Так, добрый день дорогие друзья, надеюсь меня видно, слышно, с вами Дмитрий Черепощук, давайте с вами рассмотрим интересные идеи, как всегда на конец января, уже еще второй месяц зимы у нас наконец-то подошел к концу, все ожидаем уже весну, если честно я так очень, поэтому давайте рассмотрим, что хорошего у нас на рынке на данное число. Давайте с вами начнем с золота, золото было интересное вплоть до позавчерашнего ФРС, да, и заседание, все это было замечательно и интересно, но убили у нас полностью инструмент, что теперь нужно высматривать на графике. Во-первых, нужно смотреть, что какой огромный объем, это естественно на таком падении никаких свечах вышел, но тем не менее кто-то и дошел. Сейчас для нас ключевая зона будет где-то район 1790-1789, что именно ключевого, нам нужно смотреть, высадят ли вот этих пассажиров, да, кто здесь заходил в ланги, если он не будет ломать модель, да, крупный игрок, можно порассматривать в дальнейшем на продолжение движения, но сейчас нам вообще нужно где-то 3-4 дня дать, чтобы золото просто постояло, банально не трогать его, потому что после такого распределения, естественно, что у людей нет понимания, куда, что и как. Ключевыми зонами будет, еще раз повторюсь, это высадка, если мы пойдем ниже 83,7, если мы дадим сюда хвост, скорее всего, что мы тогда пойдем и ниже, потому что зацепим стопы, да, те, которые стоят здесь, если же мы зацепим их и выйдем выше, это уже другая модель, это уже будет немного лучше, но нам идеальная для нас модель, самая лучшая, это то, чтобы мы вообще сюда не дошли, был какой-то еще один ложный пробой, то есть пробой, скорее всего, вот 92,3, какой-то выход объема был бы очень замечательный, распил, да, как это всегда бывает по золоту, и после этого консолидация, вот на этой консолидации я бы на следующей неделе присмотрелся на лонги, опять же повторюсь, это при сценарии, или мы пробиваем и возвращаемся на объеме, да, эту зону, именно эту ключевую, это я рассматриваю как лонг, если мы не добиваем, делаем ложный пробой, это вообще идеально, и мы постоим, я также буду рассматривать, но если мы пробиваем, да, и закрепление идет, да, скорее всего, оно пойдет еще не закрепление, а сразу ламинообразно, потому что начнут срабатывать стопы, и мы сходим где-то в район 17,70, да, здесь стоят еще одна ключевая такая точка разворота, стоят объемы большие, поэтому присматривайтесь за золотом, еще раз говорю, что ключевая сейчас зона у нас эта, но не спешите, потому что золото очень не поворотко, особенно после шатких и сильных движений, да, при такой шаткой ситуации, я хотел сказать, может быть, неоднозначно могут быть возилов, видите, здесь мы упали и начинается, вот сюда-сюда, естественно, это делается для добора, и из-за того, что люди банально не понимают, да, трейдинг, в плане того, что куда, в какую сторону, и кто-то покупает, кто-то продает, поэтому не лезьте в эту мясорубку, лучше дайте ему отстояться, и сценарий я вам рассказал. Понимаете, что я вижу? Мне, ну, конечно, колоссально себя ведет по отношению ко всем инструментам в этом году, просто никакие вообще ворота не лезет, если мы посмотрим, например, на РТС, да, как он обвалился, если мы посмотрим на Сбербанк, как он обвалился, Газпром, да, сейчас, естественно, да, выкупает, это уже нельзя говорить обвалился, но, тем не менее, какая была реакция, да, то есть мы видим, Газпром чуть сильнее, он вообще в прошлом году и в этом себя зарекомендовал как сильнее, даже, чем Сбербанк, хотя кто торгует Россией, кто наблюдает вообще за Сбербанком, знает, что на протяжении, наверное, лет 7-8 это было не так, да, Сбербанк всегда был сильнее, но, тем не менее, эпохи меняются. Также, вот на фоне этого всего, да, нефть просто не сдает свои позиции, нефть растет и так, мне кажется, да, что пойдем мы на 100, но, скорее всего, это будет 100 укол и обратно мы сольемся, я не знаю, должен быть откат, если бы 30-40% вот это очень сильно выросли, уже объемы выходят колоссальные, да, если вы посмотрите на часовых таймфреймах, просто объемы бешеные, 458 тысяч контрактов, да, при среднем объеме, то, что в дневной свече, да, около миллиона, а здесь в одном часовике. Понятно, что здесь кто-то разгружается, кто-то набирает шарты, поэтому мы смотрим более локально, и давайте с вами рассмотрим, какие же уровни у нас есть. Мы видим, что вчера вышел самый повышенный объем, да, за всю историю, то есть где-то произошла фиксация, да, еще раз повторюсь, набор позиций. Теперь мы смотрим за ключевой зоной, это именно 89.50. Вот этого уровня я бы посмотрел на шарты, но объясню еще на какие шарты, да, то есть это должны быть вообще молниеносные шарты, потому что если вы немножко задеваетесь, дадут хвост, да, или пойдут против вас, против тренда вы торгуете, поэтому очень-очень быстро нужно забирать свои талии 3 к 1, 4 к 1, все, забрали и забыли. Но здесь могут действительно быть хорошие движения в плане того, что все заходят в лонги, и так как мы видим на объеме, мы видим на уровнях, мы видим по тренду, что где-то уже близится ее разворот, да, мы можем предположить, что где-то в этих уровнях и он и произойдет. Но он может быть очень краткосрочен, да, вы видите, откат и опять же наверх, то есть выкупить могут в любой момент. Вы видите, одну свечу падает, сразу же в этот день выкупают, закрывают выше под самый хайп. Поэтому очень аккуратно, очень сильный инструмент. Также если мы увидим закрепление, да, ну страшновато уже брать именно на длинные лонги, но если мы увидим хорошее закрепление, да, то есть мы протестируем эту зону, сегодня мы ее еще не тестировали, да, еще раз повторюсь, уровень 89, видите, протестируем и нас опять силой в этот путь. Естественно, что можно открыть лонговую позицию и сидеть дальше по тренду, но уже не сильно рассчитывать, потому что не сильно рассчитывать, я имею в виду на длительное движение, потому что, ну, ребят, очень мы много прошли, и скорее всего, что где-то у нас уже близится какая-то коррекция, я не говорю, что разворот, да, никто этого не знает, разворот или коррекция. Поэтому присмотреть за нефтью тоже интересный уровень у нее наблюдается. Также хотел бы заметить ваше внимание именно по евро-доллару. Если вы помните, я всегда рассказываю такую историю, да, как бывает по золоту и мои наблюдения по нему. Вот точно так же произошло по евро-доллару. Накопление, выход вверх, ребята все замечательно, покупаем, завозят низ и идут не то, что в канал, да, и обратный набор, а идут еще ниже, что и произошло по евро-доллару. Как, естественно, и все трейдеры, да, я благополучно это движение пропустил, потому что я знал, это было очень очевидно, чтобы его торговать, да, я думаю, у вас такое случается, это же очень очевидно, чтобы торговать. Нужно, чтобы кто-то было сложно, чтобы вымучивать прибыль. Поэтому, естественно, я пропустил, но, тем не менее, вы можете пересмотреть мои прошлые записи и увидеть то, что, да, действительно, я говорил касательно вот такой формации, и она очень замечательно отработала на евро-долларе, поэтому, кто первый раз, да, это слышит, или кто слышал уже, вы можете наглядно, да, увидеть эту ситуацию и взять для себя просто на заметочку, если вы увидите где-то такую ситуацию, можете попробовать с коротеньким стопом попробовать, отработает она еще раз, я буду только рад, что вот мое наблюдение кому-то принесло деньги и кто-то воспользовал. Поэтому сейчас по евро-доллару все очень печально, да, где его ловить? Скорее всего, откат нужен будет к 1.12, и тогда уже смотреть на какое-то продажение. Сейчас уже очень внизу, да, продавать, как таково, конечно, есть смысл, потому что этот объем за 2 свечи, за 3, он не выйдет, но тем не менее, я бы уже подождал откаты, тем более, что пятница, могут повозить, и рисковать накопленной прибылью за неделю я не собираюсь. Поэтому я смотрю за 1.12, и, естественно, на открытие шартовых позиций. По доллар-рубль ситуация немного улучшилась, да, в плане того, к рублю я имею в виду, потому что сильно уже загнали вверх на санкциях, на ожиданиях войны и прочей политики, ну, то есть, все ужасно, все критично, но, тем не менее, оказалось не так критично, откатились, если мы посмотрим на евро-рубль. Вообще, да, мы ушли к значениям до вот этого эсталации конфликта, до всех вот этих новостей. По доллар-рубль немного ситуация, все-таки он немножко сильнее, в плане рубль слабее, естественно, имею в виду, но как инструмент, как по графику, как по линии тренда, он сильнее, да. Поэтому присмотритесь, также я бы открывал лонговые позиции на продолжение, я думаю, что это не последнее, да, мы протестировали, обратно вышел объем, и напомню, что это все происходит на вот такой повышающей нишке. То есть, как только нет развернется, или даст какую-то коррекцию. Естественно, что по евро, прошу прощения, по доллару-рубль, мы увидим, что вслед за падающей нефтью, естественно, будет и падать рубль, но в нашем случае на графике будет рост. Поэтому смотрите пристально за доллар-рубль, золото, не так, присматривайтесь, золото тоже дайте ему отдохнуть. И, в принципе, по всем интересным ситуациям это все. Желаю вам хорошего дня, хороших выходных, прибыли. Всего доброго.